дорогие друзья здравствуйте забитые сосуды ног очень часто пациенты приходят на консультацию вот именно с такой проблемой что они называют забитыми сосудами ног то когда беспокоит отеки боли тяжесть и вот интуит в ногах и вот интуитивно человек понимает что чувствует что сосуды ног забиты и это правда только сосуды бывают разные и забитые не могут быть по-разному каким образом и почему кардиолог обязательно обращает внимание на ноги расскажу почему кардиолог всегда на приеме интересуется состоянием ног пациента из-за сосудов потому что сосуды в организме это артерии вены и капилляры они везде артерии вены и капилляры во всех органах и тканях но кардиолога интересует сердце с коронарными артериями которые питают сердечную мышцу и головной мозг с его артериями венами и капиллярами которые питают головной мозг почему эти два органа потому что проблемы в сосудах в этих органах могут быть фатальными почему ноги вернемся потому что это более визуализируемо то есть это видно а сердце или головной мозг там сквозь насквозь видеть врач пока не научился нужно делать определенное исследование дополнительные хотя и ноги тоже нужно обследовать с помощью ультразвуковых методов но тем не менее все таки здесь как бы более так более видно более внятно а самое главное раньше чем в сердце и в головном мозге можно предположить всегда что боя в более чем половине случаев если есть проблема в ногах то значит она обязательно будет и в сосудах сердца и в сосудах головного мозга вот ради чего кардиолог интересуется всегда состоянием ног начнем с артерий артерии это сосуды в ногах которые приносят к тканям кровь обогащенную кислородом и на картинке артерии всегда обозначают красным то есть кровь обогащена кислородом и вот этот кислород несется к тканям чтобы жизнь продолжалась что такое забитые артерии это атеросклероз что такое атеросклероз вот как накипь на трубах изнутри образуются внутри артерий атеросклеротические бляшки ну то есть когда если изнутри на просвет сосуды посмотреть вот как в чайнике долго-толго вода кипела много лет и вот там это накипь вот то же самое происходит в сосудах в артериях но если чайник то широкий да и там износика иногда износика вода не вытекает из чайника вот потому что там накипь так забила что вода не вытекает вот то же самое происходит грубо очень но понятно происходит в артериях и если там просвет у артерии закрыт в ногах то тогда кровь тканям не притечет и проявляется это как правило при запущенной уже стадии так называемой перемежающейся хромотой то есть человек идет побыстрее ускорил шаг оп и не может дальше идти потому что больно больно ногу больно икроножную мышцу и он встает иногда это бывает в покое но это уже очень грозный признак и и в первом и во втором случае обязательно нужна помощь специалиста артериями занимается сердечно-сосудистый хирург но заподозрить эту проблему конечно может и терапевт и кардиолог то есть врач терапевтической специальности но помощь такую специализированную оказывает конечно сердечно-сосудистый хирург кроме этого что еще может быть в артериях ног кроме атеросклероза есть еще такая штука называется облитерирующий эндортериит ой как красиво звучит умные непонятно но это дрянь еще то потому что относится она к так называемым аутоиммунным процессом аутоиммунный процесс это когда организм начинает сражаться само с самим собой собственным белком и вырабатывает вещества которые уничтожают сами себя вот это вот невероятная грозная штука и занимаются этой проблемой и сердечно-сосудистые хирурги и ревматологи занимающиеся проблемой системных заболеваний но не буду эту идею развивать потому что надо всегда дифференцировать нужно всегда понять что же это такое в связи с чем забит сосуд или в связи с атеросклерозом или с эндортериитом и разобраться здесь конечно может только специалист с помощью специальных методов исследования в том числе и лабораторных но лечение разное симптомы этих проблем конечно как правило это боль это боль либо в покое либо при нагрузке как я уже сказала в одной ноге либо в двух ногах одновременно но начинается все таки с одной стороны односторонний процесс но еще раз повторяю возможны варианты иногда больно и обе ноги и мерзнут ноги если они мерзли с рождения так бывает так люди иногда устроены в шерстяных носках и летом ходят но вот я всегда не устаю повторять пациентам что нужно смотреть динамику вчера не было сегодня стала год назад не было а сейчас вдруг присоединилась там еще год назад вы на балкон выходили босиком а тут вдруг раз в шерстяных носках в теплом помещении вот тут нужно уже задуматься что есть наверное проблемы с ней нужно разобраться но разобраться конечно специалист сердечно-сосудистый хирург кардиолог безусловно следующая проблема связана с венами что такое вены вены это сосуды в ногах которые уносят венозную кровь от тканей обедненную кислородом которую ткань потребила мышца например кроножная и обогатилась эта кровь углекислым газом поэтому на картинках вены всегда рисуют синим цветом водящие сосуды чем отличается артерии от вен артерии это сосуд более эластичный и как бы такой более самостоятельный там есть мышечная прослойка и ну и можно как-то кровь то подвинуть а венах этой мышечной прослойки нет и они менее эластичны и для того чтобы кровь гравитация же все же там падает до книзу а крови надо как-то к сердцу обратно подняться поэтому это все связано с процессом дыхания совершенно гениальная природа так вот придумала вдохнули и кровь понеслась к сердцу выдохнули кровь остановилась но для того чтобы она обратно не утекла в венах существуют такие хитрые клапаны инженер понимает про обратный клапан то есть вдохнули клапан открылся кровь поднялась выдохнули клапан закрылся и кровь к низу не спустилась и вот таким образом происходит эта самая жизнь в силу разных причин с возрастом хотя я очень не люблю это слово но тем не менее употребим и в силу наследственных факторов очень много значит наследственный фактор ну и определенных профессий связанных с образом же с образом работы стоячим парикмахер раньше даже называли болезнь парикмахера хирурги операционного стола долго стоят ну то есть вот у таких вот профессий вот бывают проблемы с венами самый часто встречающийся ну и наверно наверное наименее опасной бывает варикозная болезнь когда вот эти клапаны несостоятельны и кровь застаивается вот венах ног то образуются такие мешки варикозные крови же надо куда-то деваться вот и возникают эти резервуары это как правило снаружи видны сначала эти вот голубенькие такие прожилки голубенькие вены а потом ну просто вот варикозные мешки каждый в своей жизни кого-то если вы миновало чаше себя такую штуку наблюдал до пациента что беспокоит при такой проблеме это как правило тяжесть в ногах отеки что такое отеки отдельно остановлюсь ну часто бывает след от резинки первое что нужно сделать проверить не тугая ли резинка если резинка не тугая то никакого следа остаться не должно если остаться остался след значит уже есть вопросы да вообще отеки ног я говорила в предыдущем видео об этом здесь будет ссылка что это может быть и не только признаком варикоза но и признаком других кровных заболеваний вот посмотрите видео там более подробно все это рассказано кроме этого кроме следа от резинки можно еще проверить есть ли отеки надавив пальчиком аккуратненько на большеберцовую кость вы ее найдете на кость на косточку на голени и вот если там остается ямка но это признак отека это же нужно обязательно обратиться к врачу кроме этого могут быть судороги в ногах либо с одной стороны либо с другой особенно ночью если хочется вот как-то могу и так вот повернуть и как-то так вот не может со дискомфорт но вот это все признаки неприятные эти все ощущения это может быть признаком как раз проблемы с венами в ногах более грозной проблемой в венах ног является тромбов либит это воспаление воспаление в венах но не просто воспаление а воспаление с образованием тромбов вот как раз вот тут и возникают эти самые забитые сосуды тромбом забивается сосуд и сами сами бы по себе тромбы таки бог бы с ними но проблема в том что они имеют склонность улетать в систему легочной артерии если тромб улетел в маленький сосуд он мелкий и заткнулся мелкий сосуд уже в легком забился в сосуд то тогда будет инфаркт пневмония ну то есть воспаление из-за ишемии так сказать пневмонии из-за ишемии в легком но если улетел большой тромб и забил большой сосуд в легком тогда это фатальная штука это вот эта самая внезапная смерть на остановке трамвайной и вот почему кардиолог всегда интересуется ногами кто виноват понятно что делать проблемами вен ног занимаются тоже сердечно-сосудистые хирурги но здесь законодатель дал возможность заниматься этим вопросом и общему хирургу имеющему специализацию по флебологии флебология это наука о венах и вот врач флеболог посоветует вам что делать и здесь может быть путь с помощью таблеток с помощью каких-то уколов либо хирургическое вмешательство то есть операция это уже флеболог разъяснит что в случае в каждом конкретном случае необходимо сделать но но до врачебные так сказать до врачебная помощь самопомощь но во первых при проблемах венах вот так сидеть нельзя вот то что я сейчас как я сижу так сидеть нельзя очень хочется но и вот себе позволяю но сидеть так еще раз акцентирую на этом внимание нельзя ногу на ногу лучше избегать при этом конечно это как правило ходьба опять же моя любимая ходьба и если профессия связана все-таки вы не можете никак это исключить с таким стоячим образом работы то время от времени все-таки садится на стул и опять же не ноги к низу а поставить стул и нас ты положить ноги на стул а если уж вы дома и смотрите телевизор или читаете книгу то тоже лучше положить ноги на стул если вы спите то можно во время сна под ноги подкладывать только невысокую невысокий валик вот так еще можно сделать контрастный душ тоже очень хорош при этом но в случае если все-таки такая штука настигает то вот это все что я перечислила это пожалуйста но параллельно нужно непременно непременно пообщаться с врачом потому что конечно это может быть и не страшно и не опасно и можно обойтись контрастным душем а если нет пункт 3 капилляры собственно это та штука которая приносит кровь в ткань собственно ради чего вообще все это задевалась артерии принесли кровь вены унесли кровь а капилляр это вот такая рабочая лошадка через которую происходит вот этот газообмен так называемый обмен питательными веществами что жизнь это продолжает то есть чтобы первым мышцу принести артериальную кровь вот нужно мелко 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 нарубить чтобы это все разлилось по аналогии садовая лейка вот в эту садовую лейку налили воды там такой носик от а дальше ты ведь такая вот штучка с дырочками и вот эту лейку наклоняешь и если убрать эту с дырочками корзиночку то тогда вода будет выливаться мощной струей можно погубить растения и под какой-то один корень это полилось а если это мелкие какие-то фир морковка только что взошла так на какую-то морковку попал и смыла ее она остальные морковки не попала капилляры действует также по большой лейке по артерии пришла кровь и дальше все это распределилась по мелким сосудиком через к через стенку которых уже и происходит с тканью газообмен вот ради этого все затевается природой что что делать меры те же самые что и с остальными сосудами это ходьба это физическое упражнение это избегание стрессов это контрастный дождь но дело в том что если динамика такая отрицательная плохая вчера не мерзли сегодня замерзли то тогда обязательно повод обратиться к врачу это может быть заболеванием есть такая штука называется болезнь рейно красиво так называется собственно это вот и есть спазм этих самых капилляров и тут уже контрастным душем опять же не обойтись обязательно нужно такое медицинское вмешательство и помощь специалиста методы диагностики ну конечно конечно начинается все с жалоб пациента что именно его беспокоит когда и каким образом как это все развивалось наследственность очень важный фактор и любой врач обязательно спросит о наследственности да и любой пациент знает что там палаупамы с папой да или у бабушки с дедушкой кроме этого осмотр осмотр кроме определения пульса на пульс ведь определяют не только на лучевых артериях или на сонных но и на артериях стопы есть он или нет на подколенных на бедренных артериях это все тоже входит в осмотр врача кроме этого измерение давления не только на руках но и на ногах и прослушивание с помощью трубки аускультации артерий нижних конечностей если там есть проблемы то будет шум и любой врач это дифференцирует но это было когда ну вот я начинала работать врачом это вот был был весь наш арсенал сейчас в двадцать первом веке мы имеем ультразвуковую диагностику ультразвуковое исследование артерий и вен ног с помощью цветного дуплексного картирования как красиво звучит все время бы об этом говорил и это такое подспорье врачу когда просто на экране виден сосуд и там видно и у артерии и у вены как клапан вот этот выглядит как стенка выглядит если там тромб внутри как он себя ведет какой он если он есть подвижные неподвижные сейчас он оторвется или чуть попозже оторвется если атеросклеротическая бляшка какая она стабильная нестабильная это фантастика и сегодня это доступно 21 век как это здорово облегчает диагностику для врача а самое главное эта штука во время поставленный диагноз может просто спасти чью-то жизнь и не одну будьте здоровы берегите себя и всех кто вам дорог